Никто не может рассказать, вот так Бог устроил, ну не помнит человек. Духовное рождение же несколько иначе. Вот Игнат Тихон счастлив в этом плане человек, он помнит дату, место, время, когда он духовно родился. И каждый, кто не задумался над этим, поищите в себе это. И Слово Божье, ключик к сердцу, от которого происходит рождение, семя вот это. И я стал размышлять над этим. И я не поэт, но я скажу стихами. Вот родилось такое стихотворение о духовном рождении. Это произошло в день крещения, как раз. Недавно был праздник, крещение Господне. Любил я с удочкой когда-то посидеть на берегу у тихой глади озера. Любил на женщину красивую смотреть. Все то прошло, как будто заморозило. Теперь уже все стало по-иному. Не то, чтобы совсем рыбалку не взлюбил. Когда-то мыслил я лишь только по-земному. Лишь одного себя я только и любил. Однажды в зимний день на берегу реки уж не сидел над лункой я с мормышкой. Рыбалкой тешиться уж стало не с руки. Стоял я на оби с Евангелием под мышкой. В то утро строки тронули меня. Я вздрогнул. Для чего же я крестился? Тот день рождением был духовным для меня. От этих строк духовно я родился. Как раз был день крещения. Утром я читал Лука 3.7. Народ пришел креститься. Креститель их ехиднами назвал. Ой, Иоанн, ты ж мне помог родиться. Ехидна и гаденыш, это ж я. И нет ведь от меня ни толку и ни проку плоды. Их нет. Я ведь засохшая закваскаю лукавства и порока. Я в церковь Божию залез через задний двор. Я был чужой. Хотел своим казаться. Был не готов. И это мой позор, что от крещения не мог сам отказаться. Лукавый раб таланты закопал. Их Бог мне дал, надеясь приумножу. Плодов достойных покаяния я не дал. Сухая ветвь плодов давать не может. До храма, плача, кое-как дошел. Кусок змеи в дом Божий притащился. Я у ворот стоял, вовнутрь не пошел. И чуть назад домой не воротился. Как блудный сын с раскаянием пришел. Я сыном называться не достоин. Игнатий Тихонович в храм меня завел. Утешил, приголубил, успокоил. Земной поклон. Мы вас благодарим. Вы нас родили благовествованием. С Отцом Небесным души примирив. Мой сын ожил. На небе ликование. И я полслужбы стоя прорыдал. Дитя кричит, когда она родится. Я от беспомощности плакал и взывал. Вдруг захотелось петь и веселиться. Христос лоза. Меня как ветвь привил. Живительная влага. Слезы раскаяния. Меня ты до крещения допустил. Не оправдал твои ожидания. Но ты терпел. И ветвь ту не срубал. Все ждал, когда плоды на ней поспеют. Святого Духа. В день тот ты мне дал. И с той поры я слово твое сею. В крещение день я на реке стоял. В тот день облегся силой я свыше. То Дух Святой меня на опь послал, Что по Христе народ благую весть услышал. Народ с канистрами подвыпив, под шофе. К святой воде шел, не переставая, Куря и матерясь, не зная о тебе, Зачем-то в ледяную опь ныряли. О, люди! Кто же вам внушил бежать от гнева Божия? Где ваше раскаяние? И батюшке пред Богом отвечать, Ради чего устроил он купание? До самого темна толпа все шла и шла. Их приглашал, чтобы Христа познали. Но ни одна душа во вторник не пришла. И в пятницу прийти не пожелали. Я сеять Слово Божье не переставал. С терпением ждал, как ты меня когда-то. Хотел, чтоб кто-нибудь тебя, как я, познал. Просил в молитвах о духовных чадах. Любил я с удочкой когда-то посидеть. Бывало так, что вовсе не клевало. Рыбацкая, евангельская сеть. Желаю я, чтоб в ней душа твоя застряла. Лука 3.7. Эхидная змея, признай себя ничтожественным, ничтожным. Крещенье день, всем сердцем верю я. Христос мой Бог. Крестись, пожалуй, можно. Вот сюда, Володя. Александр Иванович расскажет. Повиже, сесть. Нет, ты на рассядь, а он присядет. Вот так. Сестры и братья. Я вас очень всех люблю. И вы мне оказываете такую помощь. Столько, столько труда мне приходится. Но этот труд вы на себя взяли. И вот приходят к нам. Да, как раз готовятся к празднику, к этому. И мы с Иваном Семеновичем... Мы с Иваном Семеновичем посоветовались. Как мне можно отметить помощь моих дорогих братьев и сестер. Ну, я на скорую руку. Тут оратор из меня плохой. Ну, вы послушайте мои кривые слова. И я вам всем очень благодарна. Мы с Иваном Семеновичем выражаем свою искреннюю благодарность. Вам, братья и сестры. За огромную помощь. И участие в нашем нелегком труде. И в вашем труде. Спаси Христос. Особенно. Особенно благодарны мы батюшке. Отцу Иакиму Игнатию Тихоновичу. Под их чутким руководством и заботой у нас всех это особо чувствуется. В нашем положении. В наших немощах. Благодарим вас. Батюшка Иаким Игнатий Тихоновичу. Виктор Андреевич. Эдуард Викторович. Севастьян. Брат Севастьян. Петеримов Виктор. Это я перечисляю. Которые оказали помощь вот в этом году. Петеримов Виктор Анатольевич. Николай Валентинович. С Надеждой Ивановной. Игорь Третьяков. Николай Крупчина. Никита Яковлев. Алексей Загуляев. Благодарим сестер. Алифтину Петеримову. Александру Гончарову. Нину Желнерову. И четырех Галин. Галину Силину. Галину Загуляеву. Галину Кудрявцеву. Галину Кубайкину. Все они помощники наши. Любовь Николаевну Котееву. Людмилу. Матерь мою духовную. Алфимову. Марию Бауэр. Татьяну. Старшую сестру общины. Ларису Петеримову. Маргариту Звереву. Надежду Дмуха. Надежду Попову. Анну Кручину. Ольгу Репину. Ольгу Соклакову. Лидию Павловну. Тарасову. Марию Яковлевну. Унагаеву. И Кравченко Валентину Ивановну. Сестру Поплотиево Христе. Которая трудится и днем, и ночью без выходных. Все перечисленные братья и сестры. Варят. Пекут. Стирают. Моют. Большое вам спасибо. Храни вас Господь всех. Низкий поклон вам до земли. Слава Христу, что вы у меня есть. Вот рядом оказались. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Так, расскажи, как ты пришла-то. К тебе еще претензии сейчас будут. А вот послушай, что она тебе расскажет. Она тебя партизаном называет. Ну да. Расскажи-ка, сестра. Да нет. Ну расскажу. Ну как ты? Как ты услышала-то? Как на занятие пришла? Как в общем попала? Ну я тоже не оратор. Поэтому сильно-то рассказывать нечего. В 95-м году я купила огород. Значит, для картошки. Потому что пошли на пенсию. А поскольку к нам отношения-то предвзятые, у руководства нашей конторы было, мы со Зверевым, со своим решили купить огород для картошки. И попала же я рядом вот с тетей Шурочкой своей. Ну сначала-то первый год, ну вижу, бабушка ходит там. Она ко мне как-то не очень, я к ней. Только бегаем по огороду от комаров. И все, нечем было мазаться. И вот она, значит, как в субботу, вечером юбочку одела, платочек. Как я говорила, пап, глянь. Тетя Шурта наша опять куда-то почесала. Он говорит, бессовестная рост, так можно говорить. Человек в храм пошел. Я говорю, ну пусть идет, ладно. А дедонька дома. Значит, в воскресенье она к вечеру возвращается. И вот так это год прошел. Потом мы с ней подружились. Она мне очень сильно помогала во всем. Я же дундук была в земле. Ничего не умела не садить. Только сорвать и съесть. И вот как-то прошло время какое-то, я не помню. Это был, наверное, девяносто пятый, девяносто шестой год. Вот потому что мама у меня еще была жива. Она умирала в девяносто седьмом. Я работала в конторе, сторожем уже. На пенсию пошла, делать нечего. Сторожила. И вот включаю в среду утром радио. И там, значит, этот самый, кто он у нас? Корреспондент-то, который... Лозовой. Лозовой, да. Значит, проповеди, ага, проповеди Игнатия Тихоновича. А еще не сказал. Просто я включаю там такой медный голос. Про ад, про грехи, про все. Я рот разденула. А в конторе еще никого не было. Значит, и я стою, думаю, во, дает, а во, молодец. О, мужик, а вот бы его послушать. Ну, все, проповедь кончилась. Следующую передачу, значит, слушайте на следующей неделе. Я на следующей неделе побежала по кабинетам, все радио включила. Говорю, все, слушаем, все слушаем. Все прослушали. Говорит, да где я ушла этого дяденьку? Я говорю, это он выступает. Маму подключила. Зверев у меня послушала. Говорит, интересно. А кто, говорит, он такой-то? И, значит, ну и сказали, что проповеди Лапкина. Я, значит, звоню этому, кто он, Луговой или кто? Лозовой. Лозовой. Павел Васильевич. Да, там телефон дали. Я говорю, а куда у вас девался проповедник-то, который хорошо рассказывает про Бога? А он говорит, все, у него кончились проповеди, иссякли. Больше он не будет выступать. Я думаю, странно. Такие вещи рассказывать, да нигде больше не найдешь. Ну и это самое, значит, с тетей Шурой-то об этом не говорила. Несет она мне осенью кабачок. Принесла, а я ей в это время тыку. Не смейся, не смейся, говори так просто. Да смешно, потому что она говорит, Рима, да пора тебе же, наверное, надо идти уже в храм. Время-то уходит, время к смерти. А я, да ладно тебе, тетя Шура, обойдется. Значит, я говорю, ты знаешь, я попов не люблю. Вот я тебе честно говорю, вот ты куда-то ходишь, мне тебя даже жалко. Она говорит, она так смотрит, говорит, ну ничего, ничего, подожди. Я говорю, ты знаешь, тетя Шур, а вот я мужика одного слушала по радио, Лапкин Игнатий Тихонович, я запомнила. Вот к нему я бы пошла. Она так стоит, говорит, так я к нему-то и хожу. Вот еще интереснее. Вот это было я, вот вы не представляете, я встала, говорю, ты, тетя Шура, ты натуральная контра, ты что ж ходишь и мне не говоришь, я его ищу, а ты, она, а ты не спрашивала. И все. И тут у нас с ней дорожки-то и совпали. Привела она меня на занятия, вот, и потом разрешил Игнатий Тихонович сюда прийти. И все, и вот с 90, нет, в 2000 году я сюда и попала. Привела свою подружку Таню, которая у меня умерла через год. Потом еще одну Валечку свою любимую, с Томска, моя подружка, мы с ней с Томска. И она умерла, и я прямо испугалась, думаю, кого не приведу. И все так впитывают, все так рады, вот все, и Господь забирает их. Как прямо, как специально, чтобы подготовить людей. Так, я внесу пояснение, пояснение, все закончил. Вот так я и попала, да, так вот я с тех пор с вами. Значит, пояснения какие. В первом счете, ты молчала зря, надо было ей сказать, куда ты идешь. Это ты виновата. Ты бы на год раньше привела, и подругу она привела, она еще не умерла. А так это осталось только для вечности. Второе. В это время, я так думаю, я по эфирному времени стоял на первом месте в Алтайском крае. Я вел регулярно три радиопрограммы и нерегулярно по телевидению. Одна у меня была прямой эфир, часовая программа воскресенья. Это вообразить невозможно, сколько времени. И тогда был епископ Антоний, да, Максим, они решили переломить это все. И тогда был здесь Гринько, Илья Николаевич, Илья Николаевич, как отец у Ленина. И он говорит, вы должны покориться епископу, а иначе мы прекращаем наши передачи. А перед этим спросил, у вас передачи еще есть какие-то тематики? Я ему вытащил бумагу и готово у меня. 136 еще занятий. 136, это вообразить невозможно. А я вел занятия, такие там промена. А Тарас так только был. Одновременно, а звонков по 30 было после окончания ГТРК. А телефона у меня не было. И они говорят, ой, как хорошо, что вы о Зюганове так хорошо сказали. Я говорю, я ни слова не говорил о нем. Как нет? Как хорошо, что вот сказали там хорошо о Жириновском, другие звонят, Жириновск, которые ЛДПР. Я говорю, я объяснял, что означает слово Владимир и что означает слово Геннадий. Оно говорил-то я, конечно, уже освещаю на определенной личности. Но их я не называл. То есть они все понимали, что открывается тайна для них. И когда я не пошел на этот конкордат с Антонием, они прекратили эту передачу. Вот как. Не передачи у меня нету, а у них духу не хватило противостать. Тогда пришел ко мне этот директор ГТРК. Не ГТРК, а передача Роса была. Гринько. И они пришли все, они сотрудники у меня были. В скором времени его самого выгнали. Он меня выгнал, а выгнали его. Я говорю, а я просто так не ухожу. Я оставляю за себя, там семя посеянное у вас где-то есть. Вот откуда все начиналось. Меня этой передачей лишили. Ну, Господь, видимо, и здесь что-то усматривал, а что, я еще не знаю. Для меня это была такая огромная потеря, как вот сейчас закрытие сайта и форума. Ну, это я так сравню на сегодняшний день. Я еще не закончил все сказать на следующий, через воскресенье буду говорить о нашем сайте. Что нам Бог через это дает? Вот, блокировка у меня закончилась вчера утром. Почему она закончилась, я тоже не знаю ничего. Витя тут самую большую роль сыграл, Петеримов. Он меня ночью до пол первого разблокировал. Он знает, я потом смотрю, с другого компьютера точно так же блокируется. Значит, речь идет не о компьютере. Ну, кто-то что-то там где-то спам давит или залезли. От моего имени там разные непристойности стали посылать. Ну, сделали мы другой пароль и прочее. Для нас сохранить надо и об этом молиться с сайта форума. И вот сейчас живой журнал, Юля у него ведется. Вот так у меня полумертвый был. И она его оживила настолько, что количество посещений на форуме увеличилось в два с половиной раза. От того, что тема окрещения и фихи проповедь была, что не надо купаться в этих пролубях-то. Эту проповедь взял к себе на свою форуму Кураев. А это уже известное более-то. А тут теперь все и пошли. А Кураев, он еще говорит, он сам-то хоть купался или нет. Ну и дальше пошли на него уже. Я говорил, что Кураев говорит. Тут такая связь. Она взяла проповедь от меня, Юля. Она у меня проповедь-то стояла. Поместила в журналом журнале. А там другие люди совсем. А те растащили через Кураево. А теперь оттуда там указание, откуда взято от меня. Теперь они уже пошли на форум. Понимаете, какая цепочка пошла. Я гляжу, народ валом валит. Такого у меня никогда не было. Сто, тридцать это предельная норма. Тут сразу двести сорок, двести пятьдесят. У меня за двести ни разу не заходил живой журнал. Это, форум. Так что раскрутку дает сам Господь. Нам не сделать. Мы пытались сделать механическим там поднимать статус. Это не получилось. Просто не получилось. А Господь это делает в один раз. У меня-то, я-то этого ничего не имею, кроме того, что меня ругают. Но я знаю, что люди новые находят Христа. Вот она совсем уже никакая. Она же не такая тебе на даче помогала-то была. Она носила, говорит, полными ведрами. Ты еще за это, я помню, ругала даже ее, говоришь. Вот теперь видишь, как скособочилась, потому что не слушалась ее. Воду таскала. Было? Было. Было. Так кто хотел сказать, как пришел в общину? Какие-то пожелания на будущее? Ничего нет больше? Сохрани нас. Ну ладно. Поблагодари Бога. Поблагодари Бога. Поблагодари Бога. Без искрения Бога слово рушую, сущую Богородицу тебя величаю. Нюра, у тебя день рождения. Иди-ка сюда. Чего ж ты молчала-то? Юбилей. А, проходь. Что ты сказала-то? 35 юбилей. Ну давайте, юбилейцы. Проходь. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. И вечной жизни. Споет, споет. Боже, ты Христос. Можно она споет теперь для нее? Для нее? Еще споет. Ну вот, что попросили, что попросили. Там вот мы просили. Спасибо. Спасибо.